Всем привет, с вами Прия. Сегодня поговорим о патче 7.2, а конкретно о каких-либо часто задаваемых вопросах по типу Что делать? Я только зашел, я ничего не знаю. Прия, спасай, помогай. Сейчас все разрулю. Изи! В общем, смотрите, сегодня я стрим запустил, сразу же в момент выхода обновления. Я проснулся чуточку пораньше, потому что знал то, что Blizzard любят такие вещи по типу того, что пораньше запускать какие-либо обновления. На то и было написано, с 4 до 12 будет длиться обновление. Не строго установленные цифры, а до. То есть это значит, что они могли включить и в 11, и в 10, и в 9, и в 8 по Москве утра. Что они в принципе и сделали. Запустившись в 8 утра, люди начали подтягиваться, подтягиваться потихоньку на стрим. И пошли вопросы, которые... Не то чтобы начали бесить, я человек сам по себе терпеливый, но накалять чуточку, скажем так. Чуть фпс так приседает, забавно. Так вот, давайте. Первый вопрос. С чего начинать освоение обновления 7.2? Как только вы зайдете в игру, перед вами вылезет табличка на центр экрана. Мол, типа новинки обновления 7.2, и будет такая кнопка по центру начать задание. Либо вы сами придите в Долоран и возьмите этот квест на площадке Краса. Это там, где мы вылетаем из Долорана, рядом с полеткой. Берете квест, начинаете делать цепочку. Там будет сценарий, сценарий легко делаете, все там... Там в принципе все понятно. То есть эти моменты я акцентировать не буду. Далее, открыв свою базу на расколотом берегу и сделав несколько квестов, продолжая делать квесты, будет такой квест, как расколотый берег разведка. Очень много было вопросов по конкретно этому заданию. Отвечаю. Этот квест, как он делается? Вам нужно просто убивать любых мобов на расколотом берегу, и рано или поздно вы полутаете этот сверток. Кто-то говорит то, что с рарников чуть ли не 100% дроп, кто-то дропает с 5-го-10-го моба, как и я в принципе. Так что действуйте в этой ситуации абсолютно как хотите. Так, что бы вам еще такого рассказать. Далее нужно будет выбрать постройку зданий. В принципе, что сейчас делаем? То есть, постройка зданий, она идет персонально для каждого сервера. Например, на Гордуне в текущий момент вот такой вот прогресс. Так что, вливать ли в башню магов, решение ваше. Но это решение весьма будет продуктивное. Скажем так. Далее. Я не зря вывел на слежение это достижение. Итак. Достижение проникновения в гробницу. Завершите задание погибель легиона. Есть такой квестик. Защитники армии погибели легиона. Зачнее, развитие сюжета. Даже за него дают отдельный ачив и дают защитника нам. Нового для плота. У каждого он свой. Открыв окно соратников, вы можете это найти. Надеюсь, вам это видно. Нет. Вам это не видно. Увы. Но вот оно. Теперь видно. Чтобы это дело сделать, нужно дождаться какого-то времени. Скорее всего, через недельку будут доступны следующие сюжетные развития. К чему нам нужны эти защитники армии погибели легиона? Получив достижение этих защитников, только тогда мы сможем ставить на изучение оплота таланты седьмой полоски и восьмой полоски. В сумме нам потребуется 25 тысяч ресурсов оплота. Если у вас более, то вы молодец. Если нет, то открывайте список локальных заданий и все это дело прекрасно делаете. Это список локальных заданий по аддону. Все аддоны вы можете чекнуть в ВК-группе, если на то у вас есть желание. Абсолютно все ссылочки всегда держатся в описании. Какой еще был сегодня интересный вопрос? Разумеется, как только мы все сделали, мы сразу пошли фармить миф-плюсы. Знаете, в чертогах на Одине я просто не ожидал такого момента, какой нам вылез при разрушении копий света. Так что видосик есть по этой теме. Мы прошли сегодня и десятые ключи, и одиннадцатые ключи, и каражан походили в формате мифик-плюс, что-то надропали полезное. Но не я. Как всегда, я самый везучий человек, помните об этом. И в итоге я ничего, увы, не полутал. Но это еще не последний день, 7-2. Но все-таки первый. Хотелось бы что-то уже полутать более-менее такое интересное. По поводу сложности мифик-плюса, я могу сказать то, что для новичков они будут весьма тяжелы поначалу. Но одевшись в неплохой эквип, вы в принципе все сможете реализовать более чем идеально. Так что если вам интересно глянуть, как мы проходили мифик-плюсы, то отдельный плейлист, посвященный мифик-плюсам в обновлении 7-2, уже есть на ютуб-канале. Опять же, если у вас есть желание. А я чувствую, что оно у вас есть. Так, далее. Чтобы еще такого вам рассказать интересного. По поводу артефакта, по поводу новых артефактных способностей. Давайте рассмотрим это дело. 40-й уровень артефакта, почти с половинкой. Вот. Что происходит? Вы делаете такой квест, как совет шестерых. Заходите в центр комнаты, кликаете центральную кнопку, идет 30-секундный каст. После этого каста и сдачи квеста, ваша способность, которую мы раньше качали с 35-го по 54-й, она приобретет улучшение в виде всего лишь одного ранга. То есть, как в текущий момент у меня. И вся сила артефакта, которую вы затратили при прокачке с 35-го по 54-й, она уйдет вот сюда. Вся эта сила артефакта. И эту сила артефакта вы уже можете тратить на улучшение, допустим, вот этих ваших дел. То есть, там, ну, раскачку самых обычных способностей. Можете начать раскачивать правые способности. Что вам угодно. Вот. Как получается раскачка артефакта? То есть, вот здесь однерочка, здесь четверочка, здесь однерочка, здесь однерочка. И при прокачке вот этой золотинки, четвертой, она у всех есть. То есть, у вас вылезет последняя золотинка в вашем артефакте. Если просчитать их все, то это шестая будет. Или пятая. Подожди. Тихо. Раз, два, три, четыре, пять. Это будет шестая золотинка. Чтобы раскачивать шестую золотинку, которая прокачивается 50 раз, вам необходимо прокачать эти левые способности на 4. Я их называю левые и правые. То есть, мне так понятней. Вот. Что еще? 26 здание вам дают при прохождении квестов на расколотом берегу. Еще до получения правых талантов. Также, если у вас уже имеется 54 уровень артефакта, и вы начали проходить цепочку на расколотом берегу, и вы будете получать силу артефакта, то, пока вы не откроете правые таланты, вы не сможете использовать эти баджики на силу артефакта. И даже изучив 26 здание, и даже изучив новые способности артефакта чуть позже по квестам, вы все равно не сможете их использовать. Потому что они были дропнуты в тот период, когда ваш артефакт был 54 уровня. Увы. Таким образом, мне пришлось слить 200 тысяч сил артефакта. Да. С недельного сундука не падает сила артефакта. Именно с этого недельного сундука, начиная со следующей среды, мы уже будем получать силу артефакта с недельных сундуков. Максимальный лут сейчас с подземелий, конкретно с самих мифик плюс, это 890 с десятых подземелий. И еженедельный лут это будет 905. Таблица, составленная мной еще неделю назад, есть как на YouTube-канале, типа как я ее составлял. И также есть в ВК-группе. При хорошем поиске вы ее спокойно найдете. По-моему, это все вопросы, которые мне сегодня задавали, на самом деле. Вопросы некоторые весьма глупые, серьезно. То есть люди могли просто внимательно вчитаться и понять все это дело, но они решили спрашивать у меня. Не вопрос? Не вопрос. Как говорится, если еще есть какие-то вопросики, задавайте в комментариях, чекайте ссылочки, различные там группы, розыгрыши, прочие моменты. Всех вам благ, счастья, здоровья, легендарок побольше. Лутайте только качественные вещи. До скорого!